Сегодня третий день вынужденных выходных. В соответствии с рекомендациями все должны максимально находиться дома. Исключение составляют службы жизнеобеспечения. Однако в прошедшие выходные, несмотря на запреты, горожане массово выехали в Заволжье. Специалисты зафиксировали 19 возгораний. Озабоченность была прежде всего лесников. Они не ожидали такого потока людей, они не ожидали такого количества костров. И вынуждены были объезжать эту территорию, людям разъяснять, просить, умолять, чтобы они не разжигали костры. После себя оставляли чистоту и порядок. Реакция профильных ведомств оказалась предсказуемой. С сегодняшнего дня въезд в Заволжье ограничили. Будут введены режимы патрулирования наших специалистов. И уже будут задействованы в том числе и наблюдатели на вышках, чтобы нам не допустить вариантов возможных возникновений пожаров. Сегодня первый день нерабочей недели. Время – час дня. Как вы видите, людей на улице города стало значительно меньше. И все же горожан можно встретить в парках города и гуляющих по улице. А собачку выгуливать надо. Это во-первых. А во-вторых, она после инсульта, я после химиотерапии. Нам нужно ноги разрабатывать. У нас ноги больные, мы еле ходим. А так дома будешь сидеть, ноги вообще откажут. Поэтому вот и ходим потихонечку. Ну, стараемся ходить, где людей поменьше. Сегодня вышли на улицу для чего? Для покупки какие-то определенные? Какое вам дело? Четыре дня дома сидела. Голова болит, аппетит нету, давление поднимается. Вот чуть-чуть вышло сегодня. А вы не боитесь своего ребенка? Нет, не боимся. Нет, не боимся. Вот вы к нам подходите, наоборот, боимся. Пошли. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы зачем вышли на улицу? У вас не выходные? Нет. За продуктами? За продуктами и в поликлинику. Врачу. Вот все. Сейчас идем домой и садимся. Продуктов для соседки прикупили. Ей 80 лет, да, она не выходит сама из дома. А мы молодые. Лариса Иванова, жительница Урмарского района, к вынужденным выходным отнеслась ответственно и самоизолировалась. Это наша главная улица. Как видите, народа нет. Все находятся дома, занимаются домашними делами. Я вот тоже приехала вчера из Чебоксар. Внуков привезли. И также решила самоизолироваться. Закрывая ворота. И хотела бы обратиться ко всем зрителям, слушателям, тех, кто живут в чайской местности. Многие успокоены тем, что мы далеко от крупных городов, крупных центров, но мне кажется, это не так. Дело в том, что многие мужчины, да и женщины тоже из нашего села, в том числе, уезжают на заработки в Москву, на север, в другие места нашей России. И возвращаясь, они могут также привести инфекцию. Поэтому я очень прошу всех задуматься о том, насколько сейчас сложная ситуация не только в мире, но и на стране. Самое большее, что мы можем сейчас сделать, чем мы можем помочь остановить инфекцию, предотвратить страшные последствия, это находиться дома. Оставаться дома призывают врачи и полицейские по всему миру. Мы работаем ради вас. Останьтесь дома для нас. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.